Ребят, вы находитесь на канале Android and Windows полезные советы и сегодня я вам покажу довольно-таки крутую фишку, которая уже появилась на айфонах. Разработчики ее обещают на андроидах 12 версии, но к сожалению, естественно, у нас не у всех есть смартфоны, которые будут обновляться или уже имеют Android 12 или хотя бы 11. Чаще всего у меня, например, стоит 10 Android, поэтому, естественно, подсуетились и выпустили специальное приложение, которое заменяет данную функцию, точнее предоставляет данную функцию, даже если у вас Android версии 5.5 и, соответственно, выше. Итак, сегодня речь пойдет о приложении AccessDots, но перед этим я покажу вам, что оно делает и зачем оно нам нужно. Как вы могли заметить, в правом верхнем углу у нас светится оранжевый индикатор и это именно это приложение показывает вам информацию о том, что что-то или кто-то, ну, кто-то или какое-либо приложение получает доступ к микрофону. Естественно, я сейчас делаю запись с экрана своего смартфона и меня об этом приложение предупреждает. Смотрите, если я запущу камеру, приложение будет зеленым, то есть, если у вас доступ к камере получает какое-либо приложение, то, соответственно, значок будет светиться зеленым. Если сразу, например, сейчас нажать видео, запись и тогда будет, получается, значок светиться оранжево-зеленым, то есть, доступ у нас уже будет и к камере и непосредственно к микрофону. Вот такое вот простое и крутое приложение, в дальнейшем эта функция, как я уже сказал, будет встроена в смартфоны, позволит вам всегда контролировать свое устройство, если вдруг какое-то приложение внезапно получило доступ к камере или к микрофону. Вы всегда об этом узнаете. Итак, смотрите, ссылка на данное приложение в описании под видео. Заходим, скачиваем, устанавливаем и запускаем. Кстати, ребята, это позволит избавиться от персонализированной рекламы. Я думаю, ни для кого уже это не секрет, что возле телефона вы поговорили, хочу кроссовки Adidas, и буквально через пару часиков вам прилетает реклама везде кроссовок Adidas. Как об этом узнал там Google и Яндекс, непонятно. А вот именно так, послушав через микрофон, о чем вы говорите. Итак, смотрите, при первом запуске будет это выглядеть вот так вот. Вас перебросят в меню спецвозможностей, и вам нужно будет найти приложение Access.Dots и, соответственно, дать ему здесь разрешение, чтобы он мог все это дело отслеживать. После этого, как разрешение дано, можно сделать еще некоторые настроечки. Заходим в настроечки, и здесь можно выбрать цветовую палитру, то есть, каким значком будет отображаться доступ к камере, каким будет к микрофону. Я не менял. В принципе, понятно, зеленая камера, оранжевый там желтый микрофон. Если вместе оранжево-желтый, это и к тому, и к другому. Также можно выбрать расположение. Как видите, перечислять не буду. Или установить пользовательское расположение. Задавать его придется координатами X и Y. Ну, в школе все учились. Думаю, не проблема. Зададите. Также можно изменять размер непосредственно этого всего. Но, как бы, я оставил стандартный. Он и не сильно маленький, и не сильно большой. То есть, его сразу видно и, в принципе, не вызывает никаких там, знаете, то есть, не так, что прям вырви глаз. Он очень большой. Есть также дополнительные настройки. Ну, в них мы переходить не будем. Как бы, вот это вот основное. В остальном полазите, разберетесь сами. Все. Теперь приложение работает. И как только у вас какое-то приложение получит доступ к камере или к микрофону вашего устройства, вы сразу об этом будете оповещены, так сказать. Вот. Если у вас есть какие-либо вопросы или что-то вы не поняли из этого видео, или у вас не получается настроить приложение, пишите мне в комментариях. Я обязательно вам помогу. Мы вместе разберемся. Всем пока. И не забывайте нажимать колокольчик. Субтитры сделал DimaTorzok